МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я майор Сергей. На формировании? Какие вооруженные силы? Почему у вас нет знаков отличия? Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Двух российских биатлонисток якобы подозревают в употреблении допинга. Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В России начнут уничтожать санкционные продукты. Печальная новость поступила. Застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова. Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Мы домой летим. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Шойгу! Ерасимов! Где, ***, твои припады? Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Снежинки медленно, эффектно превращаются в олимпийские кольца. Браво! Помните эту нераскрывшуюся снежинку на церемонии открытия Олимпиады в Сочи? Кажется, этот сбой стал чуть ли не единственной проблемой на самих соревнованиях. Организаторы Олимпиады тогда смогли превратить все это в шутку, и даже иностранные СМИ отметили самоиронию этих русских. Сочи 2014 был любимым проектом Владимира Путина. Самая дорогая в истории Олимпиада должна была показать миру всю мощь России, и она действительно прошла с триумфом для российского президента. Иностранные журналисты называли это мягкой силой, но уже скоро весь мир увидел другую силу и другую Россию. Всего через три недели после закрытия Олимпиады Путин подписал указ о присоединении Крыма. Затем началась война на Донбассе, а спустя 8 лет после игр в Сочи Россия начала полномасштабную войну в Украине. За последние 10 лет наша страна прошла путь от хозяйки Олимпиады до международного изгоя. За это время было принято огромное количество репрессивных законов. Если в 2014 году мы все удивлялись запрету мата в СМИ, то в России 24-го можно сесть в тюрьму на 7 лет за ценники в магазине или радужный флаг. 10 лет назад в России еще работали независимые СМИ, а сегодня большинство из них заблокированы или объявлены инагентами. Многие журналисты уехали из страны. За это время появилась, а затем исчезла ЧВК Вагнер, а ее создателя уже нет в живых. За эти годы окончательно превратились в фарс любые выборы в России. Еще в 2018 году многие в стране следили за тем, зарегистрируют ли Алексея Навального кандидатом в президенты или нет. А перед выборами 24-го года политик умер в тюрьме за Полярным кругом. В 10-ю годовщину присоединения Крыма я предлагаю вспомнить, какой тогда была наша страна и как она изменилась после. Друзья, кто помнит школьные субботники? Это когда всех детей сгоняли сажать деревья и убирать дворы. Так вот, я тоже решил объявить, нет, не субботник, а весеннюю генеральную уборку на сайте мерча перед крутыми коллаборациями. Совсем скоро у нас будет обновление ассортиментов, но об этом я расскажу потом. А сейчас стартует первая большая распродажа. Такого еще никогда не было. Большую часть ассортимента вы можете купить со скидкой до 50%. На распродаже будут и полюбившиеся всем коллекции, к примеру, футболки с вышивками художника Саши Браунова или с работами фотографа Евгения Фельдмана. Также вы сможете купить со скидкой футболки фестиваля Carte Blanche, куда входит, дополни мое волнение, своим радугам, No System и скрытый смысл. Эта распродажа – прекрасная возможность приобрести футболки Make Russia Great Again, Забей мяч, Смородиновый сбор. И хочу напомнить, что весь наш мерч лимитирован. То есть вы сможете купить футболку с любимым принтом в нужном размере и со скидкой только пока она есть в наличии. Потом такой возможности не будет. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому ролику и покупайте мой суперкрутой мерч. Но нужно поторопиться, а то потом ничего не останется. Поскольку все это было относительно мирно, особенно в сравнении с войной на востоке Украины, особенно в сравнении с войной полномасштабной, которую начал Путин 24 февраля 1922 года, то тогда еще не было осознания, насколько это новые правила жизни и насколько все... Насколько нет пути назад. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Это видео с митинга 18 марта 2014 года. В этот день Путин подписал приказ о присоединении Крыма и Севастополя к России. Хотя за 6 лет до этого в своих выступлениях и интервью он обещал, что Россия не будет претендовать на украинские территории. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Это интервью 2008 года. А вот как свой разговор того же года с президентом России вспоминает Алексей Венедиктов. И он говорит, ну вот Крым, ну скажи, ну по справедливости он же должен быть российским. Я говорю, Владимир Владимирович, ну вы же подписывали договор о границах. Я даже не буду про справедливость, я про законность. Говорит, не-не-не, это я все понимаю. Он говорит, ну конечно, я не буду с Украиной воевать из-за Крыма. Это я цитирую. Это я цитирую. Открыли кавычки, я не буду с Украиной воевать из-за Крыма. Но если он сам упадет мне в руки, это он говорит мне в 2008 году, справедливость будет останавливаться нам, в смысле нам Россия. Он не сказал мне, он сказал Россия. Вся операция по возвращению Крыма была очень быстрой и для многих стала неожиданностью. Хотя предпосылки появились гораздо раньше. Осенью 2013 года в Украине начался Майдан, затяжной политический кризис, в результате которого погибли люди и сменилась власть. 21 февраля из Киева сбежал тогдашний президент Украины Виктор Янукович. 23 февраля в Крыму прошли пророссийские митинги. 27 числа в 4 часа 30 минут утра вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здания Совета Министров и Верховного Совета Крыма. Неизвестных военных сначала называли зелеными человечками, а затем вежливыми людьми. Российские власти тогда не признавали, что ввели на полуостров войска. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Это было стыдно, это было неловко. Кроме того, считалось, что надо показать, что население Крыма безусловно против Украины и хотело бы перейти под протекторат Путина и России. Для этого все должно было выглядеть как народные инициативы. Ведь на востоке Украины тоже все выглядело как вот эта русская весна, это же народная инициатива. 1 марта Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением на использование войск на территории Украины и получил согласие. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Хотя через год в фильме «Крым. Путь на родину» он признался, что дал команду на проведение операции в Крыму еще 23 февраля. В день, когда весь мир следил за закрытием Олимпиады в Сочи. Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. И поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать. За эти годы стыд пропал. Стало, наоборот, модным, важным показывать, собственно, отмороженность, собственные колоссальные возможности угрожать миру. Ну, когда вы начинаете масштабную, как бы, спецоперацию, которая трансформируется почти уже в мировую бойню и распространяется как инфекция, провоцирует разморозку конфликтов от Тайваня до Ближнего Востока, ну, что уж тут скрывать. Наоборот, этим нужно гордиться. 16 марта на полуострове прошел референдум. По официальным данным в Крыму за присоединение к России проголосовали 96,77%, а в Севастополе 95,6%. Цап-царап и ручки, вот они, без кровищи, как он говорил, кровища мало, а проку много. Всплеск популярности. Обама и Запад сидят в растерянности, не понимают, что делать. А Путин ходит гоголем по кругу. Присоединение полуострова вызвало настоящую эйфорию в России. Патриоты скандировали «Крым наш», а рейтинг Путина взлетел до рекордных 83%. Ни до, ни после у российского президента не было такой популярности. Путин правильно нащупал этот социальный запрос на такое возвратное величие. А возвратное величие воспринималось не по экономическим показателям, не по культурным, не по социальным, а именно по военным. И вот когда мы кого-то нагнули, мы кого-то победили, это как маслом по сердцу, и это работало. Произошло разочарование в протестном движении, мы ничего не добились, этот режим продолжает править, и править так, что, в принципе, жить-то можно. Экономика в нормальном состоянии, кафе открыто, чего еще желать. Многие люди, в том числе даже из либерального лагеря, позволили себе даже вовлечься в эту самую эйфорию. Пропагандисты особо подчеркивали, что забрать Крым удалось без выстрелов и крови. Возможно, этим объясняется и относительно сдержанная международная реакция. Да, иностранные политики причитали, что это незаконно и является нарушением всех норм. Россию исключили из большой восьмерки, но большинство стран продолжали вести дела с Путиным, развивать бизнес в стране и как ни в чем не бывало покупать российский нефть и газ, и давать огромное количество баблишка за это. Даже были разговоры в результате, что вот если Путин-то дальше не пойдет, ну, де-факто, это говорили многие западные политики в таких разговорах циничных, закрытых, что де-факто мы понимаем, что Путин Крым не отдаст, нужно исходить из реалий и как-то продолжать жить с этим. И они прекрасно понимали, что тогда это не референд, что вот народонаселение Крыма в основном тяготело к России. И как из этого выпутываться, они не знали, да, и вот они тоже, я думаю, считали, ну, исторически справедливо, да, вот это, хотя это нарушение международного права, ведем санкции, ну, там, ну, все-таки вот народ, он вот народ. Санкции 2014 года в основном касались инвестиций, оборонной промышленности, ну, и отдельных чиновников. Большинство россиян их вообще не заметили, чего не скажешь о жителях Крыма. Евросоюз запретил своим гражданам и компаниям вести бизнес на полуострове и инвестировать средства в местную экономику. Европейские круизные суда перестали заходить в крымские порты, международные авиакомпании отменили все рейсы на полуостров. Также Евросоюз запретил экспортировать крымские товары. Из-за угрозы санкций в новый регион не торопились заходить и российские компании. Например, там не работал Сбербанк, не открывалась Пятерочка и другие привычные для россиян бренды. В декабре 2014 года обслуживание своих карт в Крыму прекратили платежные системы визы и мастеркард. Да, там это случилось на 8 лет раньше, чем по всей России. Но взамен полуостров получил щедрые дотации из Москвы. Окей, банки не работают, что-то нельзя делать, но, во-первых, жить можно. Во-вторых, вон там нам дорогу построили, вон там у нас какой-то пансионат построили. Да, жизнь какая-то неопределённая, в принципе, она мало отличается от того, что было до этого. Но, окей, жить можно, мы можем сами себя уговорить в том, что всё стало лучше. После присоединения к России крымчане остались не только без банковских карт, но и без украинской воды. До 2014 года 85% воды на полуостров поступало из Днепра через северокрымский канал, но затем Украина перекрыла подачу воды в Крым. Сначала в 15 километрах от границы с полуостровом возвели ограждение из мешков с песком, а спустя три года в Херсонской области на канале построили дамбу. Новые крымские власти стали использовать воду из реки Биюк-Карасу и выкопали несколько артезианских скважин. Это решило проблему, но лишь частично, так как вода была плохого качества, её не всегда хватало из-за засухи. Не случайно уже на второй день после начала войны в 1922 году российские военные взорвали дамбу, чтобы наполнить северокрымский канал водой. И мы с нетерпением ждём участников этого первого исторического проезда по Крымскому мосту. Одним из символов присоединения полуострова стал Крымский мост. Его начали строить в 2016 году. Через два года открыли проезд для автомобилей, а ещё через год железнодорожную часть. На проект потратили 228 миллиардов рублей. Возведение моста контролировал лично Путин, он же его торжественно открывал. И в 1922 году украинские диверсанты преподнесли ему подарок на юбилей, устроив взрыв на мосту. В результате взрыва было разрушено два автодорожных пролёта. Полноценное движение по мосту восстановили только через два месяца. Российские власти на происшествие отреагировали массовыми ударами по Украине. Срочные сообщения приходят с Украины. Взрывы прогремели этим утром в центре Киева. Эту информацию подтвердил мэр украинской столицы Кличко. Это символ экономической мощи. Это символ помощи Крыму. У вас всё было плохо, теперь у вас всё будет хорошо. Это символ возвращения домой, как они все говорят. Огромное количество смыслов, гигантская сематика многослойная в этом масте. Естественно, бывшая всесоюзная здравница должна была стать главным туристическим курортом страны. В 2014 году россияне рванули в Крым, который теперь наш, на патриотической волне. Но этого оказалось недостаточно. Если в 2013 году полуостров посетили 6 миллионов туристов, то в 2014 их едва набралось 1,5 миллиона. В конце июня жители Феодосии жаловались на пустующие гостиницы и сорванный курортный сезон. Но со временем Крым у российских туристов стал таким же привычным направлением, как Анапа или Адлер. В предвоенный 21-й год полуостров принял рекордный 9,5 миллионов туристов. И даже начавшаяся война не особо останавливала людей. Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать из сюда. Но со временем подобные видео все же отпугивали туристов. По заявлениям властей Крыма, прошлым летом полуостров посетили более 5 миллионов человек. Это на 20% меньше, чем в 2022 году. Теперь кроме курортников в Крым пролетают еще и снаряды. А на берегу в некоторых районах копают окопы и строят ограждения. Заходи туда, налево поймите. Куда, туда? Ну что за жереба? Я о каком сезоне в Крыму говорить? То, что происходит сейчас, для них это уже режим выживания. Все-таки с Украины кое-что тоже прилетает в Крым. Думаю, что многие полагают, что события могут развиваться по-разному. И как бы их не признали коллаборационистами, допустим, при определенном развитии событий. Просто денег нет, значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Эти, ставшие мемом слова, Дмитрий Медведев произнес в Крыму в 2016 году. Несмотря на то, что санкции после 2014 года по нынешним меркам были относительно мягкими, они все же оказали влияние на экономику России. Вдобавок, в 2015 году резко упали цены на нефть. Если летом 2014 года баррель стоил более 100 долларов, то в январе 2015 цена опустилась до 48 долларов. Весной того же года Владимир Путин заявил, что из-за санкций и стоимости нефти российская экономика недополучила 160 миллиардов долларов. В целом, за последние 10 лет Россия смогла перестроиться, наладить собственное производство или найти альтернативных поставщиков. Тем не менее, по мнению экспертов, санкции вызвали технологическое отставание страны, повлияли на производство и замедлили общее развитие экономики. Ограничения, в первую очередь, касались финансов и инвестиций. Евросоюз ввел санкции против Сбербанка России, Банка ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Финансирование новых проектов в России остановили Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Был запрещен импорт оружия в Россию и его экспорт, а также продажа в страну товаров двойного назначения и технологии, которые могут быть использованы для военных целей. Были введены санкции против отдельных компаний, в основном из военно-промышленного комплекса. Например, в список попали Алмаз-Антей, Калашников и Сириус. Кроме того, в 2014 году было остановлено строительство газопровода «Южный поток». Мы недополучили, но к настоящему моменту может быть порядка 20% ВВП в текущем выражении. Вот ВВП наш мог бы где-нибудь на 20% больше к текущему, там, к 2024 году, нежели чем он есть сейчас, если бы не было технологических и связанных с ними ограничений, которые возникли в значительной степени после 2014-го из-за санкций. Курс доллара за эти 10 лет вырос в 2,5 раза. До присоединения Крыма доллар стоил менее 40 рублей. Под конец 2014 года курс доходил до 80, но затем цена стабилизировалась в районе 50 рублей. Сейчас американская валюта стоит около 90-100 рублей. Также в 2014 году резко вырос уровень годовой инфляции. В 2013 году она составляла менее 7%, а через год более 11. А в 2015 году и вовсе достигла почти 13%. Правда, уже в 2016 инфляция опустилась до 5 с лишним процентов, а через год составила рекордно низкие 2,5%. Тогда же начался рост российской экономики. Три года подряд был рост ВВП на 0,3% в 2016 году и на 1,6% в 2017, и сразу на 2% в 2018. Активнее всего развивалось строительство и промышленность. Но по мнению экспертов, если бы не санкции, российская экономика развивалась бы гораздо быстрее. Средние темпы роста российской экономики были около 1% в год. Это в 3 с лишним раза меньше, чем средние мировые. И совершенно четко понятно, что такое развитие не могло и не должно было быть нормальным для нашего экономического состояния. То есть мы должны были расти минимум раза в 3-4 быстрее. Все это напрямую сказалось на доходах простых людей. В 2013 году средняя зарплата в России составляла 29 600 рублей, в 2023 70 922 рубля. Казалось бы, россиянин стал богаче более чем в 2 раза или на 135%. Но при этом общая инфляция с января 2014 года по январь 2024 составила 101%. То есть реальные доходы за 10 лет выросли максимум на треть. А при пересчете в доллары мы и вовсе стали беднее. В 2013 году 935 долларов в среднем, вот среднегодовая, среднемесячная зарплата тогда составляла при пересчете по текущему тогда курсу в американские доллары. Это больше, чем в конце 2023 года, где мы, видимо, получим около 850 в среднем за год. Как вам? То есть долларовая зарплата в России за последние приблизительно 10 лет снизилась. Россия на ограничения со стороны Запада решила ответить контрсанкциями. Например, Рамзан Кадыров ввел санкции против президента США Барака Обамы и некоторых европейских чиновников. Он запретил им въезд в Чечню и пообещал заморозить счета. Удивительно, но на политиков это не подействовало. Но были вполне серьезные шаги. В 2014 году в словаре русского человека появилось слово «санкционка». Россия ввела эмбарго на ряд продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Европейские деликатесы буквально уничтожали бульдозерами. К 2020 году таким способом было уничтожено почти 2000 тонн продуктов. Российские сыровары предложили свои аналоги пармезана и бри, а норвежские морепродукты заменили знаменитой лосось и креветка из сухопутной Белоруссии. Европейские фермеры в итоге нашли другие рынки сбыта. В России через два года после введения эмбарго цены на санкционные продукты выросли на 31%. А в 2017 экономисты подсчитали, что из ограничения импорта россияне переплачивают 4400 рублей в год. И мы продолжаем, похоже, платить за это удовольствие, за эти контрсанкции до сих пор. И боюсь, что совокупный размер переплаты уже превысил потери европейцев. У них-то на фоне дорогого продовольствия никаких проблем нет, грузи на внутренний рынок, и, в общем, продавай радуйся. Но если продукты более-менее удалось импортозаместить, то высокотехнологичное производство до сих пор зависит от иностранных комплектующих. Это хорошо заметно на примере АвтоВАЗа. У меня был о нем отдельный ролик, обязательно посмотрите. Компания при участии зарубежных партнеров научилась зарабатывать и выпускать вполне приличные современные автомобили. Но после ухода Рено российским автомобилистам предложили китайские автомобили и «Ладу» без подушек безопасности. Их вернули только месяц назад. Сейчас мы скатились в состояние автосалонов, а площадок, где стоят автомобили, и отверточные сборки. То есть мы откатились на несколько десятилетий назад. Мы вернулись даже не в советские времена, потому что в советские времена существовал хотя бы АвтоВАЗ. Сейчас АвтоВАЗ-то тоже, в общем, как-то, по сути дела, является отверточной сборкой. Рено продала свою долю в АвтоВАЗе научно-исследовательскому автомобильному институту за 1 рубль. После 22-го года из России ушли многие иностранные компании. Кто-то продал свои активы российским партнерам, а у кого-то их просто отбирают. Например, завод «Балтика», который принадлежал датской компании «Карльсберггрупп», передали в управление Росимуществу. Таким же образом были национализированы типографии норвежской компании «Амедиа». Это право собственности. Ни один предприниматель никому ничем не обязан. Поэтому те возгласы, которые были в момент ухода компаний иностранных, на предмет того, что вот они там кидают российский рынок, а что они кому-то обязаны? Они обязаны заходить на рынок или там выходить? Ну, это вот тоже такая история бандитизма. То есть еще до начала полномасштабной войны в Украине своеобразная национализация коснулась и самых заметных российских компаний. В 2014 году Яндекс занимал четвертое место в мире среди поисковиков. Компания активно развивала самые разные сервисы, от такси до умных колонок. При этом головной офис Яндекса был зарегистрирован в Нидерландах. Этот факт в 2014 году критиковал российский президент. Часть регистрации у них тоже за границей происходит. И не только для цели налогообложения, но и по другим соображениям. Американцы стараются удержать свою монополию. Как они говорят, монополия — это плохо. Только в одном случае хорошо, если это своя монополия. Это невозможно в современном мире. Но нам нужно целенаправленно бороться за свои интересы. Что касается гражданской сферы в целом, то серверы надо переносить, закрывать информацию. После начала войны в Украине из поисковых запросов Яндекса практически исчезла критика российских властей. В 1922 году с главной страницы поисковика исчез раздел новостей. В прошлом году пользователи заметили, что по запросу «бункерный дед» в Яндексе невозможно найти фотографии Путина. Хотя в тот год в сети было много мемов на эту тему, и они легко находились в гугле. В начале этого года компанию разделили на голландскую и российскую. Владельцем российского юридического лица стал консорциум частных инвесторов и менеджеров компании. Но по данным СМИ, часть инвесторов могут представлять интересы друга Путина Юрия Ковальчука. Похожая история случилась с компанией ВКонтакте. В 2014 году самую популярную на тот момент соцсеть в России Павел Дуров продал Mail.ru. Сегодня ей управляет сын первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Именно за антивоенные посты ВКонтакте в России преследуют людей. Соцсеть забанила страницы многих оппозиционеров, а из видеораздела пытаются сделать замену Ютубу. Туда уже переехали многие популярные шоу, например, «Что было дальше». Но некоторые сферы экономики от войны только выиграли. Речь, конечно, про оборонную промышленность. Расходы на неё росли до 2022 года, несмотря на все санкции, курс доллара и инфляцию. Россия вкладывала деньги в производство ракет и танков. А с этого года расходы на войну и вовсе составляют 30% бюджета. Существенное увеличение оборонных расходов произошло не в 2022 и не в 2023 годах, а тогда же, в 2014, как раз с весьма приличным наращиванием расходов на производство в том числе определенных видов вооружений, возобновление различных программ. И это, понятно, увеличило спрос со стороны оборонки на кадры, позволило увеличить зарплату расширенного производства в этой сфере. В 2014 году Россия ещё предпочитала мягкую силу и стеснялась признавать присутствие российских военных в Крыму и на Донбассе. Сегодняшняя Россия с удовольствием бряцает оружием и угрожает миру ядерной войной. В 2024 году страну охватила тотальная милитаризация. Но первые звоночки прозвенели задолго до 2022 года и даже до Крыма. Сегодня многие вспоминают мюнхенскую речь Путина 2007 года. Тогда он впервые открыто и резко противопоставил Россию Западу. Система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Это был каминг-аут политический Путина. Мюнхенская речь, он объяснил всем свою дорожную карту. Я недоволен Западом, я буду себя вести так, как я хочу. Такого не может быть. Этот человек стал сморкаться в занавеску, на приличном как бы рауте. Ну, а что? Он рассказал, как он будет действовать. Именно тогда Путин упрекнул НАТО в расширении на восток. А международные политики назвали это объявлением новой холодной войны. Но ни в мире, ни в России тогда никто не мог представить, что через 15 лет начнётся уже горячая война. Все за этим не увидели, значит, марш и стук сапогов. Ну, какая война, когда яхты, девочки, бриллианты, коррупция. Зачем война? Кому она нужна? Ну, нужно жировать, да? И никто за этим не увидел. Вот это вот было очень громко, одна часть его правления, а другая часть была не видна, вот это вот марширование. Пробой оружия для российской армии стала война в Сирии. Это было первое полноценное участие российской армии в военном конфликте за границей со времён Афганистана. Несмотря на уже холодные отношения с США, Путин надеялся, что НАТО станут союзниками России в борьбе против исламского государства. Он тогда видел угрозу, главное, не в Украине, и, видимо, не в НАТО, видимо, а видел главную угрозу в исламском терроризме. И вот борьба в Сирии совместная плечом к плечу, как в 45-м, американские, английские, французские, немецкие, российские солдаты борются с общим врагом. Поэтому вопрос о присоединении каких-то территорий в Европе для него, по-моему, вообще не стоял. В итоге Сирия стала военным полигоном для практических испытаний российского оружия. Именно там впервые были применены крылатые ракеты «Калибр» и «Х-101», которые сегодня Россия активно использует в Украине. В Сирии боевые испытания прошли самолёты А-50, Ту-114Р, истребители Су-34 и Су-35С, а также несколько модификаций вертолётов. Во время сирийской операции Россия впервые применила в бою бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный как «Чёрный лебедь». Также испытания прошли ракетные комплексы систем ПВО, БУК-М2 и Панцирь-С1. В Сирии военные начали активно применять и беспилотники, в том числе российские. Ежедневно разведывательные полёты выполняли около 70 дронов, такие как «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон». Также боевой опыт получили сами военные. По данным Минобороны России, за 2018 год в сирийской операции приняли участие более 63 тысяч военных, в том числе 434 генерала. Владимир Путин прямым текстом про это сказал. Когда был уничтожен очередной сирийский город, он прямо сказал «А ты, млядь, полигон». Удивительно, что его никто в этот момент не услышал, потому что всех интересовало глобальное геополитическое место России, какой он там роль играет в Сирии и так далее. Путин прямо сказал «Мы тренируемся там, мы тренируемся убивать людей». Это значит, что мы собираемся убивать их в гораздо большем количестве, и нам нужно пространство для тренировок. Но в сирийской операции со стороны России участвовали не только силы Минобороны. Неофициально там использовали и наёмников из ЧВК «Вагнер». Частная компания возникла за год до начала сирийской операции, в 2014 году. Её появление связывает с конфликтом на Донбассе, где впервые были использованы наёмники. Там складывалось понимание того, что без них, наверное, регулярной армии не обойтись, или она обойдётся, но всё-таки хорошо бы иметь вот некую такую подмогу. Тем более, что у нас интересы геополитические не только здесь, но и в Африке, допустим. И экспансия в Африку уже тогда началась. Так что да, возникновение частных армий в высокой степени связано с Донбассом. В Агдоровце часто выполняли специфические задачи. Многие журналистские расследования рассказывали о военных преступлениях наёмников Сирии, Ливии и Африки. Вдобавок, само наёмничество в России считается незаконным. Поэтому долгие годы российские власти вообще не признавали существование частных военных компаний. А у нас нет никаких частных армий, потому что их нет в законе. Говорил Путин открытым текстом. Потом выяснилось, что они есть. Что они получают бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков. Что это, по сути, государственный орган в этом смысле. Просто на аутсорсинге взяли какого-то человека, он придумал схему набора людей. И эта схема сработала тогда, когда было надо. А надо было очень много пушечного мяса. Даже после вторжения в Украину от Вагнера поначалу отнекивался её создатель Евгений Пригожин. В августе 22-го года он даже выиграл суд у Алексея Венедиктова, который уверял, что повар Путина является владельцем ЧВК. Правда, уже через месяц Пригожин сам это признал. Это случилось после того, как в сети всё чаще стали появляться видео из колонии, где Пригожин вербовал новых наёмников. А сами вагнеровцы стали слишком заметной силой на украинском фронте, чтобы их можно было как-то игнорировать. Вскоре у Пригожина возник конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Конфликт закончился тем, что в июне 23-го года Пригожин с наёмниками пошли на Москву. По дороге захватили военный штаб в Ростове-на-Дону и сбили один самолёт из шесть вертолётов Минобороны. До столицы, правда, бунтовщики так и не дошли. А спустя ровно два месяца Евгений Пригожин и командир Вагнера Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе. Что именно произошло с частым самолётом предпринимателя, неизвестно до сих пор. Но по одной из самых популярных версий взорвался он не просто так. Когда он вышел немножко за пределы своей роли, когда его армия обрела некоторую субъектность политическую, и он сам попал уже в рейтинге доверия населения, наверное, нужно было с этим человеком как бы заканчивать. Тем более, что он совершил вот этот фальшстарт, двинувшись на Москву и имея по дороге некий успех. Ещё в самом начале войны Путин уверял, что никакой мобилизации не ожидается, и даже срочников в Украину отправлять не будут. Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Но российский президент снова соврал, частичную мобилизацию объявили в сентябре 2022 года. По разным подсчетам, страну тогда покинули от 600 тысяч до миллиона человек. На сухопутных границах выросли километровые очереди, в которых люди проводили по несколько суток. В скором времени власти изменили порядок призыва. Теперь повестки могут высылаться через госуслуги, призывной возраст подняли до 30 лет, а сами срочники теперь обязаны сдавать загранпаспорт на время службы. По официальным данным, во время частичной мобилизации на фронт отправились чуть более 300 тысяч человек. Прошло полтора года, большинство из них до сих пор не вернулись домой, а кто-то уже и не вернется. Тем не менее, рано или поздно война закончится. В последнем послании Федеральному собранию Путин заявил, что ветераны СВО должны занять руководящие посты в разных сферах, для них даже разработали специальную обучающую программу. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. А вот вам новый средний класс, хорошие зарплаты, хорошее обеспечение со стороны государства, хорошая покупательная способность, особенно там у среднего, там у высшего командного состава. Вот вам новый средний класс, но при этом он абсолютно лоялен Кремлю, власти, Путину, потому что он их кормит с руки. Где вы были эти 8 лет? Это один из самых популярных вопросов пропагандистов, которые не задавали противникам войны в первые дни вторжения. Война на востоке Украины действительно мало волновала жителей России, и никто особо не вникал, что там происходит. Но первые дни так называемое СВО сопровождались настоящим сумасшествием в социальных сетях, когда псевдопатриоты помешались на букве Z, куда ее только не пихали, лепили на аватарке, заменяли русскую Z в названиях целых регионов, выпускали сувениры и устраивали флешмобы. В итоге в России возникло целое Z-движение и десятки тематических телеграм-каналов. Это самые радикальные поклонники войны, которые выступают против любых мирных переговоров и нередко критикуют российскую армию. Считается, что это достаточно стихийное движение, которое не особо контролируется властью. Люди, у которых есть какой-то общий интерес, они как-то обмениваются ресурсами, они что-то там жертвуют, к ним увлекается постоянная коммуникация и так далее, значит, уже формируется потенциальный политический субъект. Именно это составляет проблему для Кремля, потому что это субъект. Еще раз, если он сформируется, то он сегодня может быть попутчиком, а завтра может быть врагом. Модный приговор, поле чудес, ток-шоу с Малаховым, несколько выпусков новостей, сериалы и неизменный вечерний ургант. Так выглядела обычная пятница на Первом канале в феврале 2013 года. В 2014, сразу после присоединения Крыма, программа передач не особо изменилась, разве что ночью добавилась одна политическая трансляция. А теперь давайте посмотрим, что зрителям Первый канал предлагает в феврале 24-го. День начинаем с пропагандистского шоу «Антифейк». Затем следует аж 4 включения политической программы «Информационный канал». Ее общее эфирное время 20 февраля составляло 6 часов 50 минут. И это не считая выпусков новостей и вечернего политического шоу. Вечерний ургант из эфира Первого канала пропал практически сразу после начала войны. Битя, когда война, они говорили? Война, ну по расписанию 16-го говорят. Слушай, подожди, 16-го числа, это плохо, война 16-го. Похожая ситуация на телеканале «Россия». В 2013 году почти весь эфир занимались сериалы и новости. Дважды в неделю появлялся Владимир Соловьев с программой «Поединок» в четверг и в воскресном вечере. С 2014 года программы Соловьева стали ежедневными. Сразу после начала войны YouTube заблокировал два его канала, но ролики пропагандиста выкладывают в Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках и на некоторых российских стриминговых сервисах. Также у неё есть своя программа на радио. После того, как в России заблокировали канал Евроньюз, на его чистоте запустили круглосуточный Соловьёв лайф. За эти 10 лет изменился не только телевизор, но и в целом способы получения информации. По мере того, как власть уничтожала независимую журналистику, она из телевизоров, газет и радио уходила в YouTube и Telegram-каналы. Сегодня в России заблокированы практически все независимые СМИ и несколько международных соцсетей. Но цензура в стране началась задолго до войны в Украине и даже раньше Крыма. Кто-то считает, что уничтожение свободы слова в России началось с разгона прежнего НТВ в 2003 году. Кто-то поворотным считает 2012 год. Серьёзное давление на прессу, оно началось, наверное, с 2012 года, такой процесс активный. Но после 2014 это приобрело какие-то просто уже большие масштабы. Но по сравнению с тем, что сейчас, кажется, что это было очень какое-то лёгкое время. В 2014 году самым цитируемым сетевым СМИ была лента.ru. Несмотря на то, что она принадлежала Рамблеру, лента считалась достаточно либеральным СМИ. И ей многое позволялось. 12 марта издание опубликовало интервью с одним из лидеров запрещенного в России правого сектора Андреем Тарасенко. После этого лента получила предупреждение от Роскомнадзора. А владелец издания Александр Мамут решил уволить главного редактора Галину Тимченко. В итоге вместе с ней ушла практически вся редакция. В том же году бывшие сотрудники ленты создали «Медузу». Сегодня она призвана в России нежелательной организацией. И то, что вся редакция встала и ушла за Тимченко, наверное, этого тогда никто не ожидал. Ну, в смысле, не ожидал те, кто принимал такое решение. И, конечно, это была тоже серьёзная лазочка. Но почему? Потому что лента была просто огромная. Она была большая и у неё была огромная тоже аудитория. Наталья Синдеева в это время была занята спасением дождя. В 2014 году он впервые оказался на грани закрытия. В январе в эфире «Дождя» вышел опрос о блокаде Ленинграда. Вопрос журналистов звучал так. Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней? Опрос вызвал огромный скандал. Телеканал извинился, но это не помогло. Его отключили большинство спутниковых и кабельных операторов. До отключения среднесуточная аудитория канала достигала 1 миллиона 200 тысяч человек. То есть ты теряешь весь свой доход. А помимо этого к нам пришли с проверками все возможные компании. Трудовая инспекция, налоговая, пожарная инспекция. То есть, знаете, вот есть там список карательных органов. Вот они все сразу появились. Позже «Дождь» перешел на подписную модель финансирования. И все эти годы существовал, по сути, на донаты от зрителей и международные гранты. Но после 24 февраля 2022 года правила резко изменились. В первые же дни войны Кремль принялся жестко зачищать информационное пространство. Тогда власти не допускали даже упоминания слова «война», настаивая на том, что это специальная военная операция. 1 марта сайт канала был заблокирован, а спустя два дня руководство «Дождя» приняло решение приостановить вещание. А у нас не было вариантов, потому что у нас прямой эфир. И даже если бы наши ведущие максимально пошли на эти драконовские требования этого закона и стали называть войну, там, не войну, а СВО, например, даже если ради того, чтобы сохранить работу, мы не могли этого требовать от наших гостей, которые приходят в эфир, если все это в прямом эфире. И таким образом мы рисковали не только сами, как все сотрудники, кто работал в кадре, но и рисковали бы мы своими гостями. В тот же день, что и «Дождь» был заблокирован сайт «Эхо Москвы», а сама радиостанция отключена от эфира. Долгие годы «Эхо» удавалось лавировать между Кремлем и либеральной аудиторией, но теперь в стране разрешалась только одна позиция – провоенная. Кулки разлетелись, третья редакция за границей, третья редакция ушла из профессии, часть работает здесь в разных медиа, ну и в том числе здесь мы работаем, сделали вот этот живой гвоздь, который ехал. Все разные. Это очень болезненная история. «Дождь» в итоге открыл студию в Латвии, а затем переехал в Амстердам. Сейчас главная проблема телеканала – не блокировки и география, а статус нежелательной в России организации. По закону за сотрудничество с такими организациями может грозить уголовная ответственность. Мы не можем подставлять и подводить людей и показывать наших героев, которые стали жить в России. И вот это вот большая проблема. Несмотря на то, что «Дождь» признан нежелательной организацией, нам удается снимать в России, несмотря на то, что «Дождь» признан нежелательной организацией, нам удается разговаривать с людьми в России, а, естественно, соблюдая все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не ставить их безопасности под угрозу, мы видим, что запрос на независимую информацию в России огромен. Алексей Бенедиктов с коллегами по «Эху Москвы» теперь ведет передачи на своем YouTube-канале. За последние 10 лет именно YouTube стал главной площадкой оппозиционеров и независимых СМИ. Там, например, уходили все резонансные расследования Алексея Навального. В YouTube вторую популярность после ухода из телевизора обрел Юрий Дудь. Постепенно на эту платформу перешел еще и дождь. У нас был прямой диалог с подписчиками тогда, что, ребята, мы вот хотим открыть на YouTube, важно то, что мы делаем, важно, чтобы большее количество где узнавали, но вы, пожалуйста, все-таки оставайтесь нашими подписчиками. И мы какое-то количество подписчиков потеряли, но небольшое. И YouTube тогда сильно компенсировал нам, в том числе, потерю доходов от подписчиков, потому что мы стали на YouTube зарабатывать. Второй такой крупной и открытой площадкой стал Telegram. Он появился в 2013 году как мессенджер. Позже в нем появились каналы. В 2017 году Роскомнадзор потребовал от Павла Дурова предоставить информацию для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. Владелец Telegram ответил отказом, и в 2018 году начались попытки заблокировать приложения в России, которые продолжались два года. Все они были довольно неудачными. Telegram легко обходил ограничения и продолжал работать. К 2022 году Роскомнадзор все-таки преуспел в блокировках и ввел ограничения на Instagram, Facebook, Twitter и сотни тысяч сайтов. А Telegram стал только популярнее. Теперь его с удовольствием используют и пропагандисты, и так называемые военкоры. Потому что любой человек, который в соцсетях имеет аккаунт, и у него оно подписано два человека, он фактически исполняет роль журналиста. Но при этом он не соблюдает правила журналистики, где она будет проверена, перепроверена, и не несет никакой даже моральной ответственности при своей аудитории. Профессия размывается. Место уничтоженных и заблокированных СМИ заняли пропагандисты. К журналистике они, конечно, никакого отношения не имеют. С утра до вечера россиянам с телевизора рассказывают про фашистов в Украине, биолаборатории, страшные гендерно-нейтральные туалеты в Европе, распятых мальчиков на Донбассе и прочую чушь. Но еще в 2014 году далеко не все нынешние пропагандисты работали на Кремль. Антон Красовский, например, начинал карьеру еще на старом НТВ, работал в коммерсанте и предвыборных штабах Михаила Прохорова и Ксении Собчак. Захар Прилепин в свое время организовал оппозиционные марши несогласных и был одним из создателей движения «Народ» вместе с Алексеем Навальным. А Владимир Соловьев в 2008 году заявлял, что война с Украиной невозможна, а тот, кто пытается ее развязать, будет считаться преступником. Надь, я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Впрочем, бывшие коллеги считают, что Соловьев вовсе не идейный пропагандист, только работа, ничего личного. Это только про деньги, власть. Ну и, я думаю, уже невозможность просто скачать с этого, понимаете. То есть он, может быть, и рад бы тихонечко отпрыгнуть, ехать к себе на ком и сидеть в этих прекрасных своих домах. И он бы так и сделал, я уверена, если у него такая была возможность, и чтобы его ни с этой стороны не хлопнуло, не стоя. Ну, извините, так резко. Ну, то есть у него сейчас только одна дорога. Пока Путин жить, работать, как он работает. Здесь у нас изменения в этот кодекс занимают пять с половиной страниц. Пять с половиной страниц мелким шрифтом указаны федеральные законы, к которым вносились изменения в кодекс об административных правонарушениях. Стремительно обновляться административные уголовные кодексы России начали после 12-го года. После масштабных протестов Госдума выпускала новые законы так часто, что ее прозвали бешеным принтером. С годами они становились все более репрессивными, нелепыми и неопределенными. Любой человек предпочтет промолчать, не прокомментировать что-то, не сделать что-то, поскольку никто не может понять, какое его действие может быть расценено как оправдание терроризма, оправдание экстремизма, как распространение недостоверных сведений. В принципе, это укладывается в логику законодателей, правоприменителей. Значительно проще запугать население в целом, чем подробно объяснять, как законопослушный гражданин должен себя вести. Как раз в 12-м году в России появился статус инагента. Тогда его применяли в основном к общественным организациям. Власти подчеркивали, что статус не является дискриминацией и просто указывает на способ финансирования. В течение последних 12 лет закон постепенно ужесточали, на инагентов накладывали все больше и больше ограничений. Совсем недавно, например, в России запретили покупать у инагентов рекламу. Сегодня этот ярлык вешают и на физических лиц. При этом даже не обязательно иметь иностранное финансирование. А несоблюдение требований к инагентам может привести к ликвидации организации. Как, например, произошло с мемориалом. Мемориал, международная Московская и Хельскинская группа, были ликвидированы на том основании, что в 5-10-15 материалах отсутствовала маркировка. И отсутствие такой маркировки позволило ликвидировать старейшие правозащитные, благотворительные историко-культурные организации. После начала войны в Украине в российском законодательстве появились статьи о фейках и дискредитации армии. Сегодня их чаще всего применяют в отношении тех, кто выступает против войны. Одним из первых реальный срок за фейки получил депутат Алексей Горинов. Его приговорили к 7 годам тюрьмы. Такой же срок по этой статье получила художница Александра Скочеленко за то, что заменила ценники в магазине на антивоенные высказывания. Юристам, адвокатам было понятно, насколько это широкая статья, насколько жесткое наказание по этой статье предусмотрено. И опять-таки резиновость и правовая неопределенность этой статьи позволяли практически любую дискуссию, любое высказывание о российской армии, о действиях российской армии, квалифицировать как распространение заведомо ложной информации. В этом году закон о фейках расширили и разрешили конфисковывать имущество осужденных по этой статье. В первую очередь, скажем, такая социальная группа, как журналисты, которые пишут, говорят, рассказывают о событиях с иной точки зрения, нежели официальная доктрина, оказываются в зоне риска. Их действия могут быть расценены как распространение ложных сведений с корыстным умыслом, поскольку за свою работу они получают зарплату, а это будет служить основанием для применения конфискации их имущества. В 2023 году в российские суды поступили рекордные 63 дела о госизмене. Раньше эта статья применялась в России крайне редко. За первые 20 лет существования Уголовного кодекса за госизменную шпионаж осудили около 100 человек. Сдуть пыль со статьи решили в 2008 году. После войны с Грузией выросло количество дел о шпионаже в пользу этой страны. А после 2014 года, по данным правового отдела, статью начали применять к жителям Крыма, которых подозревали в сотрудничестве с украинскими властями. После 2022 года статью дважды меняли. Сначала в неё добавили пункт о том, что госизмена считается переход на сторону врага во время вооружённого конфликта. А ещё через год наказание по статье ужесточили до пожизненного. Последние годы в госизмене чаще обвиняют учёных, политиков и журналистов. Например, по этой статье в тюрьме сидят политик Владимир Карамурза и журналист Иван Сафронов. Если раньше передача сведений иностранному государству рассматривалась как госизмена, то теперь существует некая иная форма. Что это означает? Посещение иностранного посольства, взаимодействие с иностранными средствами массовой информации, беседы с иностранными гражданами. В законе это не конкретизировано. Просто есть государственная измена в иной форме. И эту иную форму произвольно определяют правоохранительные органы. Дела по госизмене, это касается не только журналистов. Дела по госизмене, это одни из самых сложных с точки зрения спасения людей дел. Ещё одна популярная сегодня статья это экстремизм. Её применение в России довели до абсурда. В 21 году экстремистской организацией был признан фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Через год та же участь постигла компанию Мета, а вместе с ней в фейсбук и инстаграм. И, наконец, в этом году экстремистами объявили ЛГБТ-движение. Мало того, что такого сообщества, такой организации формально не существует, так не существует и критериев, по которым можно отнести людей, в частности, к этому сообществу. Выборы в России уже в 2014 году не вызывали доверия. Но к 24-м они превратились в фарс. Если раньше российские власти хотя бы делали вид, что борются на выборах с оппозицией, то теперь они боятся регистрировать совсем системных кандидатов. Главной интригой президентских выборов 2018 года было, допустит ли до них Алексея Навального. Он развернул широкую компанию в свою поддержку, но оппозиционеры не зарегистрировали в кандидаты. Зато до выборов допустили Ксению Собчак. Для ритуала вождю нужно несколько жертв, которые торжественно на этом капище уничтожаются. В качестве таких жертв назначаются приемлемые для власти люди. От националистов, от коммунистов, от либералов, еще от кого-нибудь. Задача процедуры – показать, что символически фигура Путина возвышается над всеми, а все остальные росточком ниже сапога. До удвижения своей кандидатуры на пост президента Собчак активно участвовал в протестном движении вместе с Навальным. Но ее участие в выборах вызвало активную критику среди оппозиции, так как она, по сути, стала удобно спарить партнером для Путина. Ксения собрала в полтора-два раза больше, но это все равно было 2%. Объем примерно такой. То есть это было точно то, что нужно по правилам ритуала. И поэтому ей низкий поклон со стороны власти. Таким же удобным соперником для Путина на тех выборах должен был стать председатель совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он выдвигался от КПРФ, активно выступал в СМИ, участвовал в дебатах с Жириновским, ездил в регионы и даже давал интервью Дудю. В итоге, по данным ВЦИОМ, его узнаваемость достигла 70%. Хотя личный рейтинг рос не так заметно. После его выдвижения в декабре 2017 года он составлял 4,6%, а в начале января поднялся чуть выше 7%. Против Грудинина развернулась информационная атака в государственных СМИ. После этого его рейтинг опустился на 1%. В итоге председатель совхоза набрал почти 12% голосов и занял второе место. Оказалось, что у нас не только один великий и могучий, несравненный, мужественный, дальновидный вождь. А еще рядом есть представитель какой-то другой значимой группы населения. И у него, если ему дать волю, рейтинг будет расти. Поэтому его надо было уничтожить. И его уничтожили. Теперь мы Павла Грудинина не видим нигде никогда и больше не увидим. В этот же день в разных регионах России проходили выборы губернаторов. В Хабаровском крае не смогли определить кандидата в первом туре. И по итогам второго победу с большим отрывом одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Но через два года Фургала арестовали по обвинению в покушении на убийство. И в Хабаровске начались массовые протесты, которые длились несколько месяцев. Начавшийся в 2018 году срок должен был стать последним для Путина. По Конституции России после 2024 года он не мог снова избираться. Было запрещено занимать этот пост одному человеку более двух сроков подряд. Проблему решили очень просто. Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить сроки Путина после изменения Конституции. Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующих президента вновь избираться на эту должность. В этом году на президентских выборах решили обойтись без неожиданности. И вообще не стали допускать кандидатов, которых в теории могла бы поддержать оппозиция. Сначала ЦИК испугался неизвестной журналистки из Тверской области Екатерину Дунцовой. Но допустил до сбора подписи Бориса Надеждина. Надеждин воспринимался как системный человек, который понимает правила игры. Такой плюшевый достаточно симпатичный мужчина, который должен набрать свои 2% и показать немощь либеральных интересов. Но оказалось, что запрос на мир, запрос на европейские ценности в стране так велик, что само общество из Надеждина выстроило лидера. Но в итоге желающих оставить подписи было так много, что на некоторых участках возникали очереди. Кажется, людей даже не особо интересовало, является ли Надеждин спойлером Кремля или нет. Многие таким образом просто демонстрировали свой протест против действующей власти. В результате 15% подписей были признаны браком, и Надеждину в регистрации отказали. Стало понятно, что вот эти очереди за подпись в пользу Бориса Борисовича Надеждина, закрытые и открытые социологические данные, которые показывают, что вместо 2% у него еще, пока он практически не начинал даже избирательную кампанию, уже минимум 4, максимум 10. Соответственно, когда он начнет эту кампанию, он может выстрелить до 15-20, может и больше даже процентов. И это полностью рушит весь сценарий. За эти 10 лет в России была практически уничтожена любая политическая борьба. В 2015 году был убит Борис Немцов. В этом году не стал Алексея Навального. Остальные оппоненты Путина либо сидят в тюрьме, либо уехали за границу. Последние по-настоящему массовые протесты были связаны с Алексеем Навальным. В 2017 году его команда выпустила фильм расследования про Дмитрия Медведева. Затем организовала масштабные акции протеста в городах России. В следующий раз люди массово вышли на улицу в 2021 году после ареста политика. Даже после начала войны в Украине мобилизации в протестах участвовало гораздо меньше людей. Ни одно публичное мероприятие не может быть проведено, согласовано и разрешено государством, если государство этого не захочет. А любой одиночный пикет может быть расценен как нарушение законодательства в той или иной форме. И лицо, вышедшее в одиночный пикет, может быть привлечено к административной ответственности, которая при неоднократности может прирасти и уголовную ответственность. Это протесты ЛГБТ-сообщества в Израиле за два дня до Олимпиады в Сочи. Подобные акции в тот день прошли в 19 городах мира. Активисты призывали спонсоров отказаться от поддержки соревнований за гомофобных законов в России. За год до этого в стране была запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. С тех пор ЛГБТ стали чуть ли не главной страшилкой в России. Что самое страшное, помимо нацистов в Украине и американской военщины, всю страну, 150-миллионную страну, пугают геями. На геях законодатели не остановились. В 2014 году в России запретили использовать мат в СМИ и кино. Да, сегодня в это сложно поверить, но 10 лет назад нецензурные слова ещё можно было не закрывать стыдливыми звёздочками и не запикивать. Политическое противостояние с Западом в том числе привело к тому, что в России активно начали насаживать некие традиционные ценности. Разведённый президент рассуждает о важности семьи. Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная тем более — это опора. Россия окончательно превратилась в страну для грустных. Частная вечеринка вызывает огромные скандалы из-за того, что на участниках слишком мало одежды. Они ещё и позволяют себе веселиться, когда идёт война. Посетители печально известной вечеринки Насте Ивлеевой лишились эфиров, корпоративов и рекламных контрактов. И все дружно были вынуждены извиняться. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Публичные извинения — ещё одна примета современной России. Изначально эта традиция зародилась в Чечне. Рамзан Кадыров требовал публично покаяться от провинившихся чиновников и простых жителей республики. Постепенно этот способ унижения распространился на всю страну. Последние сеансы унижения, которые мы видели в отношении шоу-бизнеса, они продиктованы вот этими вполне успешными практиками изнасилования и унижения, которые использовал Кадыров. Правда, сегодня для особо провинившихся и знаменитых одних извинений недостаточно. Теперь вымаливать общественное прощение едут на фронт. Мы не переживаем, есть моя страна, моя страна, не собираемся. Для меня очень важно ощущение вот этого тыла, которое даёте вы. Одним из главных блюстителей скреп стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она же сейчас и один из символов доноса в стране. В начале февраля в российской Википедии в статье о доносах появилась приписка, что донос — это любое сообщение Екатерины Мизулиной. Страницу, правда, сразу же поправили, а вот от репутации доносчицы Екатерине вряд ли получится так быстро избавиться. От неё регулярно достается любителям аниме, музыкантам, блогерам и даже студентам на встречах. Молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат-срочников, лучше же сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию нашей эволюции. Мой друг и режиссёр Рома Либера в 2014 году снимал документальный фильм об Осипе Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда». Часть съёмок должна была проходить в Украине, но после марта съёмочной группе пришлось искать другие локации. Сцены в кукольном театре у нас заменили киевские сцены, то есть, скажем, знакомство Осипа Мандельштама с Надеждой Хазиной, которая стала Надеждой Мандельштам, его будущей и единственной женой. А съёмки на побережье Эгейского моря заменили нам крымские сцены. Российские чиновники любят говорить о том, как на Западе якобы отменяют русскую культуру, но на самом деле сильнее всего отменяют её как раз в России. В 2014 году на международных фестивалях гремел и собирал статуэтки фильм «Левиафан». В том же году фильм был номинирован на «Оскар», а в России он вызвал критику чиновников, всяких казаков и РПЦ. После 2022 года наша страна и вовсе перестала выдвигать фильмы на соискание самой престижной кинонаграды. А в прошлом году «Оскар» выиграл Навальный. Конечно, не сам политик, а документальный фильм о нём. До начала войны российский кинематограф наконец-то начал выпускать более-менее приличные фильмы и даже продавать их. В 2020 году Netflix заплатил 1,5 миллиона долларов за права на показ сериала «Эпидемия». Он вошёл в пятёрку самых популярных шоу на стриминговом сервисе. А Стивен Кинг назвал его чертовски неплохим сериалом. Также на Netflix показывали российские фильмы «Майор Гром», «Чумной доктор», «Серебряные коньки», «Вторжение» и другие. В 2021 году общий просмотр российских фильмов на платформе достигали 100 миллионов часов. А в 2022-м сервис ушёл из России. После начала войны из страны уехали многие режиссёры, актёры и писатели. Большинство из них затем были признаны инагентами. Книжные магазины даже заворачивали их книги в бумагу, хотя это не требует закон. А против Бориса Акунина и вовсе завели уголовное дело. К 2014 году мы подошли к весьма серьёзной степени цензурирования всего, что выходило. К моменту эпидемии, то есть к 2020 и 2021 году, была очевидна степень проникновения государства во все области человеческой жизнедеятельности. Русская душа, пробудись, пробудись. Шаман, Газманов, группа Любэ, Чичерина и какой-нибудь народный ансамбль. Наверное, так мог бы выглядеть идеальный концерт для патриотов и пропагандистов. Неподдерживающих войну музыкантов в России почти не осталось. Летом 22-го Фонтанка опубликовала список российских артистов, которым запрещено выступать в России. Всего в нём было около 30 музыкантов. Среди них группа ДДТ, Каста, Би-2, Ногу свело, Аквариум, Машина времени, Кровосток, Литл Биг, певица Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, рэперы Оксимирон, Фейс, Моргенштерн и другие. Практически все они уехали из России. Многие давали благотворительные концерты в поддержку Украины. Кстати, на родине артистов не забывают. Им регулярно достается от пропагандистов. Особенно Али Пугачёвой, которая с семьёй живёт в Израиле. Вот так на её приезд в Россию отреагировал Владимир Соловьёв. То есть можно нести всё, что угодно про страну, вот можно всё это через губу, а потом их пускают назад? Ну давайте сейчас её по телевизору ещё покажите, дайте концерт провести. В начале прошлого года сменилось руководство Третьяковской галереи. Место Зельфиры Трегуловой заняла дочь генерала и бывшего руководителя погранслужбы России Елена Проничева. А в конце года, после 10 лет работы, был уволен директор Большого театра Владимир Урин. Его место занял дирижёр Валерий Гергиев, который регулярно выступает в так называемых ДНР и ЛНР. В 1922 году закрылся Гоголь-центр. Его за 10 лет до этого создал режиссёр Кирилл Серебренников. Несмотря на его участие в протестах и либеральные взгляды, московские власти несколько лет очень благосклонно относились к режиссёру. В 1912 году его даже назначили новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя. Именно на его базе был создан Гоголь-центр. Его проект «Платформа» получил от российского Минкульта 216 миллионов рублей. Через 6 лет Серебренникова и его коллег обвинили в том, что они эти деньги похитили. В 1920 году их признали виновными. Режиссёра приговорили к 3 годам условно. Я, во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку нас, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Уже после начала войны Серебреннику отменили приговор и сняли судимость. На следующий день он покинул Россию. Те, кто вовремя не уехал, оказались за решёткой. В мае прошлого года в Москве арестовали драматурга Светлану Петричук и режиссёра Евгению Беркович за спектакль «Финист Ясный сокол». Правоохранители увидели в нём оправдание терроризма. Девушки уже почти год находятся в СИЗО. На одном из заседаний суда Евгения Беркович зачитала стихотворение. Позже Рома Либеров с музыкантами в эмиграции записали аудиоверсию этих стихов. Очередной раз призвать к объединению, очередной раз сказать, что да, мы не дома, но мы глубоко озадачены сюжетами, происходящими дома. И я на этом настаиваю и буду настаивать, пока есть силы, потому что в какой-то момент это просто всё завершится, завершается какая-то поддержка, всё сложнее работать друг с другом. Изменился за эти 10 лет и российский спорт, пройдя путь от триумфа на Олимпиаде до почти полной изоляции. На подготовку и проведение игр в Сочи было потрачено 325 миллиардов рублей. Это самые дорогие игры в истории. До церемонии открытия мировые СМИ высказывали опасения, что объекты не будут сданы вовремя, писали о бездомных собаках и выкладывали фото странных туалетов с двумя унитазами. Но в итоге к началу игр всё было готово. Всё было организовано очень хорошо. Вся инфраструктура, жильё для спортсменов, а с этим на Олимпиадах часто бывают проблемы. В Корее, например, условия проживания были ужасные. Они всё обмотали плёнкой. К чему не прикоснёшься, всё было в полиэтиленовой плёнке. Простыни на кроватях были из пластика. Нам даже не дали нормальные простыни. В Сочи жильё было намного лучше. На этой Олимпиаде России важно было показать не только высокий уровень организации, но и спортивные победы. Поэтому, чтобы усилить и без того хорошо подготовленные сборные перед Олимпиадой, российские паспорта получили несколько иностранных атлетов, в том числе сноубордист Уик Уайлд. Думаю, Россия хотела показать хороший результат в Сочи. На самом деле, я сам ещё тогда не показывал высоких результатов в сноуборде. Но моя девушка — да. Она была очень успешной уже тогда. Я тогда встречался с Аленой Заварзиной. И она как-то пошутила, что я должен выступать за Россию. Это, конечно, не значило, что я тут же стал выступать за Россию. Сначала это была просто шутка. Не было уверенности в этом решении, но мы договорились попробовать. В итоге Виталий Мутко согласился, и мне дали паспорт. Утомлять уроками истории иностранцев умеет не только Путин. В 2014 году российской истории была посвящена церемонии открытия Олимпиады. По словам Уика Уайлда, это было очень красиво, но очень долго. Помните эту часть с советской тематикой? Этот красный серп и потом этот молот. Это было очень красиво. Да, мне, я знаете... Я хотел как бы расслабиться на пару часов и просто насладиться тем, что я на Олимпиаде. Да, церемония открытия мне понравилась, но она очень долго шла. У меня заболела спина так долго стоять. Без российского гражданства у Уика не было возможности поехать на Олимпиаду, так как американская федерация сноуборда делала ставку на другие дисциплины. В итоге Уайлд принес сборной России сразу две золотые медали. Только позитивные комментарии. Все были за меня очень рады. Журналисты из моего родного города, я родом из города с населением 2000 человек, они все говорили вау. Они очень радовались за меня. По итогам соревнований россияне заняли первое место в общем медальном зачете, завоевав 33 награды. Но триумф был недолгим. Вскоре радость испортила всемирное антидопинговое агентство. По данным международного расследования, для побед российские спортивные чиновники не только раздавали паспорта, но и организовали подмену допинг-проб. Я узнал о допинговом скандале в 8 утра, когда включил свой компьютер и увидел имейл от газеты Нью-Йорк Таймс. В письме они говорили, что у них есть доказательства, что я и моя жена принимали допинг на Олимпиаде. Что они напишут об этом завтра, и они просто хотели узнать мою версию событий перед тем, как публиковать статью. Видите, меня пробивает на слезы, потому что эта история потрепала мне нервы. Было создано несколько комиссий, расследователи во многом опирались на показания бывшего директора российского антидопингового центра Григория Родченкова. В 2016 году был опубликован доклад Макларена. По данным канадского эксперта, подменой допинг-проб занимались спортивные чиновники при помощи ФСБ. Одной из улик назвали царапины на крышках контейнеров с мочой. В итоге Международный Олимпийский комитет пришел к выводу, что тесты на допинг были целенаправленно сфальсифицированы у 25 российских спортсменов. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Из-за того, что Россия категорически отказалась признавать вину, ее отстранили от международных соревнований. Несколько Олимпиад подряд российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Олимпиада была для Путина сначала триумфом, а потом катастрофой. И он поэтому очень обиделся. Это как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Сначала дали, а потом отобрали. Он был очень доволен итогами, а потом ему проклятый Запад, подлый, решил испортить вывеску и затеял вот этот допинговый скандал. Несмотря на все санкции, Россию не стали лишать другого спортивного мегапроекта, чемпионата мира по футболу. Но его подготовку и проведение было потрачено около 700 миллиардов рублей. Значительная часть этих денег ушла на строительство новых и реконструкцию старых стадионов. Формальных оснований предъявлять какие-то претензии к российскому футболу меньше. Они есть, и их можно уже использовать в качестве политического рычага давления. Но тогда это надо прямо назвать. Это наказание не за спорт, не за допинг, не за нарушение правил, а за политические действия, связанные с агрессией против Украины. Это противоречит заявленным ценностям насчет того, что спорт вне политики. По данным Ростуризма, в дни чемпионата российские города посетили около 3 миллионов иностранцев. Кажется, это был последний раз, когда Россия была настолько дружелюбной. А эмоции гостей от посещения страны были такими. Ахуяна, братан! Ахуяна! Резко упал уровень ксенофобии. Перестали вдруг бояться иностранных государств. Перестали говорить, что весь мир вокруг нас. А потом буквально за несколько месяцев вернулись. То есть люди в Кремле очень хорошо умеют регулировать систему приоритетов, которые существуют в российском обществе. И российское общество легко поддается этим манипулятивным технологиям. Чемпионат мира тому хороший пример. На футбольных стадионах чемпионата мира и на аренах Сочи Россия могла бы проводить этапы международных соревнований. Но после 1922 года отделять спорт от политики было уже невозможно. В Санкт-Петербурге отменили финал Лиги чемпиона и матч чемпионата Европы по футболу. Из Сочи перенесли этап Формулы-1. В 1923 году в Екатеринбурге должна была пройти универсиада, но в итоге ее заменили на международный фестиваль спорта, в котором участвовали в основном спортсмены из СНГ, Китая и Латинской Америки. Российских спортсменов исключили из всех престижных международных турниров. Футбольные клубы наши больше не участвуют в Еврокубках, а сборная в чемпионате мира. Любимый Путиным хоккей тоже оказался в изоляции. Мы не видим, нет какого-то плана. Когда я готовился к Олимпиаде в Сочи, я знал на два года вперед, когда и где я буду выступать. А сейчас никто ничего не знает. Сейчас ты просыпаешься в пять утра и надо бы идти на пробежку, но ты думаешь, да черт с ним, посплю сегодня подольше. В изоляции оказался не только российский спорт, но и практически вся страна. В 2014 году российский МИД всерьез рассчитывал ввести безвизовый режим с Евросоюзом. После 2022 года для россиян был отменен упрощенный порядок получения шенгена. В результате стоимость визы выросла в два раза. В 2013 году Аэрофлот создал собственный лоукостер Добролет, но его полет был недолгим. Первый рейс авиакомпания совершила в июне 2014 года в Симферополь. Из-за этого направления лоукостер пришлось закрыть через два месяца. Против Добролета были введены санкции за полеты в Крым. После этого Аэрофлот превратил его в победу. В 2022 году под санкциями оказалась практически вся российская гражданская авиация. Около 500 самолетов российских авиакомпаний находятся в лизинге. И после начала войны владельцы потребовали вернуть их назад. Россия отказалась, но эти суда не могут вылететь за границу. Вдобавок многие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Для того, чтобы долететь до Вены, предположим, нужно лететь через Стамбул или через что. Дорого, очень дорого. Дальше люди меньше летают внутри, потому что самолеты. Это санкции. Это санкции. Ну, соответственно, опять какие-то огромное число проблем, связанных с возможностью коммуницировать с друзьями, связь, там, понятно. Карточки банковские. Все мелочок по сравнению с тем, что происходит в Украине. С начала 1922 года из стран Запада были высланы 670 российских дипломатов. Это больше, чем за все предыдущие 20 лет. Россия в ответ за этот же период выслала 346 дипломатов. Ну, конечно, построить железный занавес ни внутри России, ни снаружи сегодня уже не получится. Можно ли построить забор, договориться, там, я не знаю, с Путиным, все, там, ты нас больше не пугаешь, мы строим забор, и живите своей жизнью, а мы живем своей жизнью. Возможно ли какое-то такое мироустройство? Нет, невозможно. Сегодня исключить из... Невозможно. Мы это все проходили с Советским Союзом, понимаешь? Потому что Россия – это живой организм, опять же, с ядерным оружием, да, который так или иначе развивается, и, кстати, частично и сильно, но частично, но сильно интегрирован в мировой процесс, в мировую экономику. Россия, Союза, это безопасность и с правом ВЕТА, да, который влияет не только на междуотношения, но влияет там на другие регионы мира. Ты общаешься со многими дипломатами иностранными, политиками, как они воспринимают сейчас Россию? То есть для них Россия – это некий глобальный центр, глобальная цивилизация, там, как Китай или как США, или как они сейчас к сегодняшней России относятся? Я сейчас тебе скажу страшную вещь, только не смейся. Они воспринимают Россию Путина как Америку Трампа. Это страшная непредсказуемость, и они не могут предсказать, что дальше, где Путин остановится. Конечно, можно рассуждать, что если бы не Крым, то и сегодняшней войны в Украине бы не было. Но история, как известно, не терпится слагательных наклонений. Очевидно, что в какой-то момент Россия свернула не туда, споткнулась и все еще падает куда-то в пропасть. Эйфория от присоединения Крыма прошла очень быстро, а разгребать последствия нам предстоит еще очень долго. Спасибо, что смотрели, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, и напоминаю, что сейчас, когда по новым законам у нас нет больше рекламодателя, нет возможности финансировать редакцию за счет рекламы, очень важна ваша поддержка. Будет здорово, если вы пройдете на единую страницу и оформите ежемесячную подписку, это поможет нам и дальше выпускать классный, надеюсь, полезный контент. Всем пока!